МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Республика продолжает налаживать связи с зарубежными партнерами. Об инвестиционном потенциале региона недавно узнали послы государств со всего мира, а сегодня в Москве прошла презентация Чувашии для членов Ассоциации европейского бизнеса. О возможностях республики бизнесменам рассказал глава региона Михаил Игнатьев. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Ассоциация европейского бизнеса продолжает укреплять экономические связи с российскими регионами с санкциям вопреки. В состав этой крупнейшей организации входят более 500 иностранных компаний, работающих в стране. И все они являются потенциальными инвесторами. В эти дни Ассоциация проводит серию презентаций. На прошлой неделе зарубежные предприниматели встречались с властями субъектов северо-кавказского округа. Сегодня эстафету приняла Чувашия. Иностранные инвесторы называют республику надежным партнером. Бизнесмены из Европы реализовали немало инвестиционных проектов. Я лично несколько лет назад был у вас на открытии одного завода, компанией «Рока», которая, наверное, знаменитая в Чувашии как один из самых важных иностранных инвесторов вашей республики. Мы знаем тоже, что такие компании, как Абб, как Сименс, как Райф Айзен, как Метро работают в Чувашии. И, по-моему, это уже, конечно, очень важно и очень хорошо, что сам глава республики хочет показать вот этот потенциал. Это тоже включает, что он хочет показать, какие возможности есть, что он заботится об этом. В республике прорывным проектам дают зеленый свет, инвесторам оказывают поддержку на правительственном уровне. Несомненный плюс еще и в том, что власти республики предоставляют предпринимателям готовую площадку с коммуникациями. Сегодня торговыми партнерами Чувашии являются 92 страны мира. Продукции предприятий, химические отрасли, электротехника, промышленные машины и оборудование, в особенности кухонное оборудование, кондитерские изделия – это далеко не полный перечень товаров, пользующихся спросом по всему миру. Конечно, это, с одной стороны, значимо, но, с другой стороны, нам не хватает высокотехнологичных производств. Поэтому мы сегодня презентуем республику. На презентацию республики приехали немало представителей крупных корпораций Европы. Многие из них намерены наладить конструктивный диалог с властями региона и обрести партнеров. Безусловно, Чувашия – привлекательный регион. Здесь улучшается инвестиционный климат, и в перспективе мы готовы реализовать в республике масштабные проекты. IT-проекты, выпуск печатных плат, нефтяных насосов – ниш для развития бизнеса в республике немало. Под все это правительство обещает максимальные преференции. Предлагается, в том числе, предусмотренная комплексная поддержка проекта в виде налоговой преференции, в виде финансирования определенных капитальных затрат, модернизации. Если происходит модернизация оборудования, то мы готовы понести часть затрат самостоятельно. Давние зарубежные партнеры республики отмечают, что Чувашия обладает мощным кадровым потенциалом. Предприниматели также говорят, что в регионе почти нет барьеров для развития бизнеса. Окончательные оценки инвестиционного потенциала республики озвучат на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Делегация Чувашия отправится в северную столицу уже 31 мая. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика из Москвы. Следующий отопительный сезон в Чебоксарах под угрозой срыва. Такая ситуация сложилась из-за долгов компании «Коммунальные технологии». На прошлый год ее убытки составили 257 миллионов рублей. «Коммунальные технологии» задолжали столице Чувашии 84 миллиона рублей за аренду муниципального имущества и еще около 2 миллионов за аренду земли. Однако больше всего долгов у компании перед ресурсоснабжающими организациями, отметил начальник управления контроля и общественной безопасности главы республики Алексей Метелкин на еженедельном заседании правительства. По состоянию на 1 мая 2017 года сохраняется устойчивая тенденция к увеличению кредитерской задолженности. В том числе перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов составляет 1 миллиард 220 миллионов рублей, в том числе просроченная 1 миллиард 51 миллионов рублей. При подобном состоянии дел компания выдала займы третьим лицам на 132 миллиона рублей, что является нарушением уставной деятельности, продолжил Алексей Метелкин. Если ситуация не изменится, с наступлением холодов осенью в квартирах чебоксарцев батареи могут остаться холодными. Впереди отопительный сезон и то, что перед газовиками, перед энергетиками миллиарды рублей долгов, просто они разрешения не получат у нас в конечном итоге. Отдельные организации просят со всеми долгами, со всеми долгами за 0 рублей, говорят, продайте. Собственники не хотят продавать. Почему они хотят? Полагаю, выводят эти активы через кредиты, через разные манипуляции, серии схемы и так далее. Михаил Игнатьев призвал вмешаться в ситуацию всех заинтересованных лиц и руководства чебоксар. Охмели на чистоту. Эта сельскохозяйственная культура переживает второе рождение. Специалисты обсуждают проблемы и перспективы развития хмелеводства как традиционной отрасли республики. В Цивильском районе прошло выездное заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. Хмель – продукт многофункционального назначения. Его шишки используют в пищевой промышленности и лекарственной индустрии. Он обладает тонизирующим и общеукрепляющим эффектом. В медицине хмель применяют в качестве снотворного, болеутоляющего и успокаивающего средства. Ну и, конечно, хмель – неотъемлемый компонент производства пива. Хмелеводы увеличивают плантации, рассчитывая хорошо продать свой урожай. На сегодняшний день у нас 15 гектаров хмельников, которые практически все засажены. Также мы занимаемся, если обратить внимание, саженцы хмеля и питомники. И занимаемся питомниководством растений хмеля. На сегодняшний день практически весенние полевые работы мы завершили. Навешивание привели. Сейчас идет уже закрепление. И уже начинаем потихоньку этот подвязывать. В уникальной коллекции Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства более 250 сортов хмеля. Республике удалось сохранить лучшие генные материалы. Чуваш-Хмельпром – главное предприятие в Чувашии по производству и переработке хмеля. Именно их сырье – неотъемлемый компонент продукции еще одного предприятия нашей республики – букета Чувашии. Но заводские специалисты предпочитают покупать хмель на стороне, объясняя это не лучшим качеством местного. Поэтому приобретение современного оборудования и внедрение новых технологий должно решить застарелую проблему. Проблема была не в том, что вырастить хмель или купить, а проблема – довести товарным видом до покупателя. И раньше покупатель не устраивал качество. Эти вопросы сняты. И мы вот теперь, можно сказать, начинаем для того, чтобы развивать хмелевые плантации и развивать и географию продаж, и работать с нашим, в том числе, и букетом Чувашии. Так что перспективы у хмелеводства есть. Эту отрасль сельского хозяйства поддерживают и на федеральном уровне. Народная инвентаризация. Акция под таким названием идет по всей стране, в том числе и в Чувашии. Специалисты по имуществу ищут заброшенные объекты разного предназначения, выявляют собственников или отсутствие таковых. Ведь пустующее здание – это прежде всего недоначисленные в республиканский бюджет налоги. Одним из первых проверки подвергся Новочебоксарск. Заброшенная торговая база, замороженный строительный объект и бывшая трансформаторная будка. В ходе рейда по городу-спутнику были выявлены три пустующих объекта. Их судьбу будут решать позже. На совместной коллегии – профильного министерства, управления Росреестра и налоговой службы. Либо их сносить, либо их облагораживать, либо их вовлекать в оборот. Вот эта акция, она как раз направлена на конкретные результаты по судьбе именно объектов недвижимости. У нас сформированы рабочие группы с участием и управления Росреестра, и представителей налоговой службы, Минюсту, Чувашии и других органов, которые дают рекомендации, как правильно поступить с тем или иным объектом с учетом действующего законодательства. Акция «Народная инвентаризация» проводится в рамках реализации послания главы Чувашии Госсовету Республики. До конца года органы местного самоуправления должны вовлечь в хозяйственный оборот неиспользуемые на годной к эксплуатации объекты, получить за управление имуществом деньги, а ветхие привести в порядок или снести. Инвентаризация называется «Народной», поэтому специалисты очень рассчитывают на помощь населения. Ведь люди в городах и районах лучше осведомлены о наличии заброшенных объектов недвижимости на их территориях. Напомним, что в 2014-2015 годах такая акция в Чувашии уже проводилась. Она касалась неиспользуемых земельных участков. Тогда было выявлено более 2000 неиспользуемых участков земли общей площадью 832 гектара. Ситуация в Чуваш-Автотрансе остается напряженной. Долги по зарплате сотрудникам так и не погашены. Хотя был обозначен план вывода предприятий с кризиса. Наша съемочная группа побывала там сегодня. Водные процедуры перед выездом на линию автобусы Чуваш-Автотранса принимают регулярно. Впрочем, как и проходит технический осмотр. Все поломки вовремя устраняются. Тот же осмотр, только медицинский, каждый день ждет и водителей. Казалось бы, предприятие работает стабильно и без проблем. Но это только на первый взгляд. Я уволилась с 21 марта. С 21 марта мне ни копейки денег не перечисляют. А как мне жить-то? Таких, как Надежда Петрова, становится все больше. Из-за этого только в Чебоксарах количество рейсов сократилось на 30%. На них попросту некому работать. Отсутствие зарплаты в организации уже давно не новость. В феврале этого года десятки автобусов не вышли в рейс. Обещание полосить зарплату вовремя давали и прежние руководители предприятия, и профильные министры. Это обещание мы уже видим, слышим третий год. Руководство меняется, ситуация не меняется. И честно могу сказать, вот седьмого числа пенсия, вот это до пенсии осталось. Задолженность по зарплате удалось сократить лишь с 67 до 60 миллионов рублей. План финансового оздоровления, который разрабатывали в самой компании, до конца не утвержден. Но его основные пункты – это оптимизация штатного числа неосновного персонала и сокращение рабочих площадей – уже начинают реализовывать. Все основные работы будут осуществляться в Чебоксарском ПТП. То есть это позволит нам сократить штат ИТР и служащих. То есть никто не планирует сокращать водителей, кондукторов, никто не планирует отказываться от обслуживания маршрутов. То есть эта работа будет продолжена. На безубыточный уровень, ну или близкий к безубыточному, планируем выйти до конца года. День ИКС 1 июня. Люди настроены решительно. И отпускные не дают, ни зарплату не дают. Спрашиваешь, нет денег отвечают. Куда девают деньги? Все ждешь, надеешься, что деньги вот сегодня, завтра дадут. А если деньги не поступят, а там уже придется только увольняться. Что делать? Спереди троица. Это значит, что перевозку жителей в места поминовения нужно будет обеспечить в полном объеме. И это ляжет на плечи Чуваш-автотранса. В Миндрансе обещают, проблем быть не должно. Татьяна Леонтьева, Александр Петров, Республика. И как только что стало известно, на расчетный счет Чуваш-автотранса поступили денежные средства в размере 62 миллионов рублей. Средства уже направлены на расчетные счета работников предприятия. Просроченная задолженность по заработной плате будет погашена полностью 31 мая, сообщают в Миндрансе Чуваши. Преданное служение Родине, патриотическое воспитание молодежи и преемственность поколений были и остаются постулатами нашего государства. Администрация города Чебоксара уже четвертый год организует на территории Чебоксарского аэроклуба учебные сборы для школьников. В течение июня около 600 старшеклассников погрузятся в атмосферу военно-полевой жизни. Ружки как прошли? Отлично! Вступив в должность начальника Чебоксарского аэроклуба, в прошлом подполковник воздушно-десантных войск Вячеслав Антонов принял активное участие в организации первых лагерных сборов. Тогда осенью 30 старшеклассников прошли подготовку на дневном стационаре, то есть без ночевок. Затем дату проведения было решено перевести на лето, для того, чтобы лагерные смены проводились в палаточном городке уже полноценно. С тех пор, из года в год, несмотря на трудности, число школьников, желающих пройти первоначальную военную подготовку, растет. Вместе с тем растет и престиж профессии защитника Родины. Патриотизм – это не красивые слова, и наши мальчики и юноши, вот вы сами видите, девушки, очень патриотичны и активны. Ну и в первую очередь, конечно, хотят испытать, совершив парашютный прыжок с самолета Ан-2. Это им подспорье для того, чтобы действительно мальчики почувствовали себя мужчинами. Первый прыжок, он очень запоминающий, тем более, значит, у нас очень опытные инструктора парашютно-десантной службы. Ежегодные организаторы сборов стремятся разнообразить военную подготовку. В этом году в обязательную программу вошли элементы рукопашного боя. Впервые ребята посоревнуются в тактической игре с имитационными средствами. В учебной роте в первой смене 140 старшеклассников, более 20 курсантов – девушки. Закончил 10 класс, и уже стоит вопрос о выборе вуза. И, конечно же, есть в размышлениях такие вузы, как Вольский военный институт. Это первая военная подготовка, то есть некое представление об армии, то есть как жить именно в армейских условиях, в полевых условиях. Все-таки каждый мужчина должен пройти армию, но и в то же время девушка тоже может попробовать. Я для чего сюда хожу? Для того, чтобы подержать себя в форме, чтобы хорошо провести свое время, чтобы мне было чем заняться. И, конечно же, прыжок с парашютом – это моя мечта с 12 лет. Занятия будут проводить ветераны воздушно-десантных войск. Курсанты будут жить в палатках в соответствии с пылевым распорядком дня, заступать в наряды, знакомиться со стрелковым оружием. В программу обучения вошли строевая, медицинская и тактическая подготовки. Участие в лагере добровольное и бесплатное. Питание четырехразовое. Качество водопроводной воды в лагере в норме. Дезактивация от грызунов, клещей и комаров проведена так, что родителям волноваться за курсантов не стоит, считают организаторы. Родион Архипов, Игорь Зверев, Республика. В последнюю неделю мая и первую неделю июня по статистике происходит рост ДТП с участием детей. Велосипеды, самокаты, скутеры заполняют городское пространство. Лето, каникулы. Но психологически ни сами ребята, ни водители не успевают подготовиться к новым условиям движения. В первые месяцы года в Чебоксарах произошло 28 ДТП, в которых получили травмы 29 детей. Практически в каждом седьмом происшествии одна из сторон – юные участники дорожного движения. В отделе ГИБДД по городу Чебоксара отмечают, что самые травматичные дни – это пятница и суббота. Больше ДТП происходит в Ленинском районе. До каникулы инспекторы дорожного движения посетили каждую школу, каждый детский сад, чтобы рассказать детям о правилах поведения на дороге. Но все же дети смотрят, как ведут себя взрослые. Одним из принципов должно быть в сегодняшний день – это «делай, как я». Потому что все вот это, как бы, мы понимаем, что нельзя именно только возлагать на воспитателей и учителей. Это должно еще исходить от самих родителей. Потому что сами родители, они должны показывать пример. Если, конечно, мы видим, что родитель переводит ребенка в неположенном месте, родитель нарушает правила дорожного движения, перевозит детей без детского держащего устройства, не пристегивает их. То есть, систематически, если идет нарушение правил дорожного движения, несовлюдение, естественно, ребенок все это видит, и он также нарушает правила дорожного движения. Особое внимание инспекторы ГИБДД сейчас уделяют и велосипедистам. Дети до 14 лет не имеют права выезжать на проезжую часть. Но многие не знают об этом, как и то, что должны быть в шлемах и в светоотражающей одежде. Сейчас отдел ГИБДД по городу подготовил серию аудиороликов о безопасном переходе дороги для трансляции в троллейбусах. На остановках появились предупреждающие плакаты. Также вблизи нерегулируемых переходов установят специальные светодиодные знаки, которые будут предупреждать водителя, что необходимо снизить скорость и пропустить пешеходов. Ну и кроме того, в эти дни начинается рейд «Внимание, дети». Татьяна Молокова, Сергей Адушкин, Республика. 190 человек стали лауреатами межрегиональной конференции учащейся молодежи «Юность Большой Волги». Фестиваль проходит в столице Чувашии вот уже 19-й раз. Ежегодно из учебных заведений нашей и соседних республик присылается около 500 студенческих работ. Технические науки, истории, культура народов по Волжии, рационализация и изобретательство. Всего конференция проходит по 13 направлениям. Кстати, в этом году самыми популярными подсекциями стали экономика и актуальные вопросы экологии. Именно на эти темы написано больше всего работ. Таким был вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. Впереди еще полезная информация. И увидимся в эфире национального телевидения Чуваши. Красочный, завораживающий, многозначительный праздник для всех Чувашей Акатуй отметили в минувшую субботу и в Чувашском государственном педагогическом университете имени Ивана Яковлевича Яковлева. Как и в старые добрые времена, Акатуй объединил людей труда и зарядил их неиссякаемой энергией земли. Народные забавы, состязания по гиревому спорту и легкой атлетике, хороводы и песни – традиции предков почитают и сегодня. Я считаю, что в педагогическом университете, где мы готовим будущих педагогов, обязательно нужно проводить такие праздники, потому что это воспитывает дух народа и передает народные традиции. Праздник Акатуй, он объединяет семьи. Тут все радуются – и дети, и бабушки, и дедушки, мамы, папы. Дружный семейный праздник знаком студентам не только с точки зрения веселья. Работа на земле – важная составляющая в понимании истинного смысла Акатуя. Каждый год вместе с преподавателями ребята облагораживают территорию университета, высаживают новые растения и цветы. Символизирует праздник Акатуй, как раз переход одного вида деятельности к другому. И есть повод это отметить, потому что есть достижения, есть результаты, но самое главное – есть желание дальше еще лучше работать. Результаты и правда есть. Благодаря сотрудничеству руководителей педагогического университета и отдела Финстроя, в скором времени на территории корпуса номер 6 планируется построить новый каток. Кое-что уже удалось реализовать. Мы сделали раздевалки, мы обустроили наружное освещение. Традиция была заложена буквально в прошлом году. Это правильно было предложение со стороны руководства университета, поскольку территориально микрорайон Радужный и ЧГПУ находятся рядышком. И вот слияние, по нашему убеждению, слияние бизнеса и в данном случае образовательное учреждение дает свои плоды. Как отметил Алексей Мурыгин, на ближайшее будущее уже намечен план работ. Необходимо оборудовать теннисные и баскетбольные площадки, а также трибуны. Редактор субтитров А.Семкин